Лёнь, работаем? А, вы разговариваете, да. У меня сейчас доллары. Давай, давай, давай. Есть у тебя доллары? Доллары есть? Доллары? Да. Ну, это для прикола. Да, скажем, бутафория. Да, да, то что. Купон. Давай. Ну вот, можно я потревожу вас. Вот и за этим столиком тоже знакомые лица. Борис Ложкин. Деловые новости. Правда, к сожалению, пока два раза в неделю. Чаще не получается. Его компаньон. В деловом мире, по-моему, так друзей называют. И снова Ника ТВ. Наши коллеги. Владимир Ревенко. Боря, вообще, ой, можно ещё одну небольшую преамбуну хочу сделать, чтобы публике было понятно, о чём будет идти речь. Сегодня дело такое хитрое немножко, и стало сплошной обман. Вы нас смотрите сейчас сегодня, 7 ноября. Годовщина у нас была 1 ноября, а снимаемся мы 2. Почему я так говорю? Потому что я хочу узнать, какая вот этот вечер уже, естественно, сегодня, какая была самая главная деловая новость вот сегодня, 2 ноября 93-го года. Ну, самая главная деловая новость, это то, что телекомпания «Реон», несмотря на те трудности, которые были в нашей стране, отметила первую годовщину. Отмечает. Отмечает. Отмечала. Отмечала, да. И сегодня отмечает, продолжает отмечать. Но мы ещё повторим эту передачу, поэтому вообще будет непонятно, что мы делаем. То есть постоянно отмечает годовщину, уже хорошо. И ещё, что вообще в мире бизнеса, мне интересно, вот ты всё время вращаешься в кругах таких вот деловых. К этим кругам относятся по-разному. Одни с уважением, одни с завистью, одни с ненавистью. Какая твоя вообще оценка, тем более ты сам бизнесмен, тем более ещё и телевизиончик. Вот как телевизиончик? Что это вообще за люди? Чем они занимаются? Что они хотят в этой жизни? Ну, вы можете задать тот же самый вопрос. Вот Андрей Гонченко сидит, бизнесмен, компаньон. Вы можете вдвоём как-то хором, скажем, или по очереди. Как может внестись к такому симпатичному, молодому и интеллигентному человеку? Ну хорошо, то же самое, только коротко. Вот спроси ещё раз. Ещё раз? Да. Ещё один дубль сделай. Коротко спроси. Коротко. Что ты за человек? Я компаньон Бори Ложкина. Вместе мы работаем над деловыми новостями. Он как ведущий, я как арт-директор. И вместе мы составляем фирму «Пирамида», которая на сегодняшний день, по-моему, является единственной фирмой, самостоятельно зарабатывающей деньги на то, чтобы производить какую-то программу. И мы даём её на «Орион» и рады этому. Телевизионную. Телевизионную программу, да. Одну из немногих регулярных, выходящих дважды в неделю. Когда чаще будет? Вот как-то всё-таки Москва, там и даже Украина как-то подтягиваются ежедневно. Утром деловая информация. Мы даже специально вас поставим пораньше, чтобы вы выходили, когда ещё дома находятся. Когда чуть-чуть начнём больше зарабатывать. И отношение к деловым новостям, деловых людей. Деловое. Какие вы немногословные просто. А так, прямо на экране, говоришь, 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 заслушаешься. Минус уже. Уже минус. Спасибо, что вы к нам пришли. Вот, вы можете ещё остаться у нас, естественно. Люди деловые обычно всё время торопятся, да. Кстати, я воспользуюсь именно этой паузой на фоне деловых новостей для небольшой рекламы, что шампанское Тропензаубер. И вот угощение всем участникам этой программы нам просто предоставила компания или фирма, магазин Кокаду. А оформление, вот дизайн цветовой – это фирма Вонс. Пусть.